Уважаемые соотечественники, сегодня, 31 декабря, мы оказались вместе с жителями Грозного, отрезанными от вас. Мы лишены связи и пытаемся обратиться к вам доступными нам способами. Грозный вторично за последнее время подвергнут попытке штурма. Опять эта попытка штурма пока не удалась. Напылают дома вокруг центральной площади города. Напылают дома, вероятно, и в других районах. Мы этого не можем видеть, потому что мы находимся здесь, в подвале главного объекта штурма. Уважаемые граждане России, положение отчаянное. Положение отчаянное вовсе не в Грозном. Положение отчаянное в России. Мы недавно говорили президенту, парламенту и правительству страны. Вы стоите перед жестоким выбором и возможность этого выбора не повториться. Мы повторяем те же самые слова, обращенные уже к вам, гражданам страны. Перед вами выбор. Хотите вы вернуться к репрессиям и полицейскому государству? Или вы хотите сохранить те шаткие завоевания, которые были сделаны за последнее время? 150 миллионами. Мы написали обращение к президенту Ельцину. Сейчас оно будет прочитано. Слушайте его и, пожалуйста, понимайте. Это обращение к вам. Президент Российской Федерации Ельцин. Господин президент. Из подвала, обстреливаемой резиденцией Джохара Дугаева, к вам обращаются те, кто вместе с вами боролся за демократию в России в 1991-1994 годах. Еще немногим более месяца назад мы спасли от отставки ваше правительство. Сегодня мы с вами оказались по разные стороны линии фронта. И не потому, что мы сторонники Дугаева, а потому, что мы противники войны с собственным народом, а вы, как это неприятно для нас и ее главнокомандующие. Мы хотим, чтобы вы поняли, что сегодня вы стреляете не только и не столько в Грозный, сколько в демократическое будущее России. Мы хотим, чтобы вы не забывали, что всегда можно остановиться и опомниться. Мы не всклипываем, господин президент, мы требуем от вас немедленно прекратить кровопролитие. Это необходимо всем. И подписи. Депутаты Государственной Думы Сергей Ковалев, Михаил Малоствов, Валерий Борщев, Александр Осовцов, Юлий Рыбаков, Лев Пономарев, Анатолий Шабат, Глеб Якунин, Виктор Шейнис и депутат Совета Федерации Виктор Курочкин. Грозный. 31 декабря 1994 года. 19 часов. 19 часов. Продолжение следует.